Конфиденциальный разговор Самоустранение от окружающей природы Не только вследствие темных чувств, которые он допускает в себе Они, болезни, могут быть и механизмом предостережения Или даже спасением от больших мук Болезни – это один из механизмов, способов общения великого интеллекта Бога с человеком Боль человека – это и его боль Но иначе нельзя Как иначе сказать, например, тебе? Не забрасывай в свой желудок всякую непотребность Ты ведь слова уразумления не воспринимаешь? Тогда болью тебе говорят уразумления Но ты таблетки обезболивающие пьешь И снова по-своему упорно делаешь Ну что ж, по-твоему, получается, людей лечить не надо? То есть не надо помогать при их недомогании Помощь должна быть И должна быть помощь прежде всего в осознании первопричины заболевания Необходимо помочь осознать, что хочет сказать ему великий интеллект – Бог Но это очень трудно Можно ошибиться Ведь боль – конфиденциальный разговор двоих, знающих друг о друге Вмешательство третьего часто вредит человеку, а не помогает А зачем тогда ты из меня болезни повыгоняла? Навредила, получается? Все твои болезни, Владимир, вернутся к тебе, если ты не изменишь свой образ жизни Отношение к окружающему и к себе Если не поменяешь некоторые свои привычки Именно они явились следствием твоих болезней А душе твоей я вред не нанесла Мне стало ясно Убедить Анастасию извлекать доход от использования ее способности исцелять Невозможно, пока она чего-то там до конца не осознает Рушился мой коммерческий план Анастасия, наверное, заметив мое расстройство, сказала Ты не расстраивайся, Владимир Я постараюсь быстро все осознать И сейчас, если ты действительно хочешь людям помочь и себе А не только деньги делать на этом Я расскажу тебе о способах, с помощью которых можно вылечить человека от многих заболеваний И при которых не может быть таких нежелательных последствий, как при вмешательстве посторонних в его судьбу Ну, если ты захочешь, конечно, это выслушать Ох, а что мне остается еще делать? Тебя же все равно не переубедишь Рассказывай Есть несколько главных причин болезни человеческой плоти Это пагубные чувства Эмоции Искусственный режим приема пищи и ее состав Отсутствие ближней и дальней цели Лжепредставление сути своей и предназначения Противостоять болезням плоти с успехом могут Положительные эмоции Многие растения Переосмысливание сути своей и предназначения Ну, как вернуть в условиях вашего мира утраченную связь человека с растением Я тебе уже говорила И осознанности всего остального легче достигнуть через личный и непосредственный контакт с этими растениями Еще лучом любви можно вылечить многие болезни ближнего своего И даже жизнь продлить Создав вокруг него пространство любви Ну и сам человек, сумевший вызвать в себе положительные эмоции Может с их помощью заглушить болезнь Излечить плоть от заболевания Даже ядом противостоять Это что значит вызвать? Ну вот как можно о хорошем думать, если зуб болит или желудок? Чистые и яркие мгновения положительных эмоций Они, как ангелы-хранители, победят болезнь и боль твою А если не было у какого-то человека достаточно чистых и ярких мгновений, тогда ему что делать? Немедленно сотворить нечто такое, чтобы появились они Они появляются, когда окружающие тебя люди отнесутся к тебе с искренней любовью Вот и сотвори такую ситуацию По ступкам своим, по отношению к окружающим Иначе не сможет тебе помочь твой ангел-хранитель Интересно узнать, а у меня они были? И какой силы? Вот как их вызвать? Это можно сделать с помощью воспоминаний К примеру, воспоминаниям о чем-нибудь хорошем, приятном из прошлого С помощью этого воспоминания почувствуй то вот благостное состояние, которое было в тебе А хочешь попробовать прямо сейчас? Я помогу Попробуй, пожалуйста, Владимир Ну, давай, попробуем Ляг, пожалуйста, на траву и расслабься Вспоминать можно, начиная от сегодняшнего мгновения жизни в прошлое Можешь вспоминать детство и идти мысленно к сегодняшнему дню Можешь сразу вспоминать самые приятные минуты и связанные с ними ощущения Я лег на траву Анастасия тоже легла рядом со мной и положила пальцы своей руки на мои Я подумал, что ее присутствие будет мешать сосредоточиться на воспоминаниях и сказал Мне бы лучше одному побыть Я буду тихо вести себя Ты, когда начнешь вспоминать, забудешь обо мне И прикосновения руки не будешь чувствовать Но я помогу тебе быстрее и ярче все вспомнить Где ты, ангел-хранитель Хроника событий прожитой жизни вела к детству Воспоминания дошли до момента, когда с деревенскими мальчишками я играл на песке И остановились В душе была непонятная тревога Ни одно событие всей прожитой жизни не вызывало положительных эмоций Чувств, похожих на те, которые во мне были утром после проведенной с Анастасией ночью И тех, которые она показывала, подстроив к ритмам биения моего сердца ритм окружающей природы Но я считал эти прекрасные ощущения, созданные во мне Анастасией, не мои Они незаслуженно подарены мне Анастасией Я непроизвольно сопоставлял их с тем, что было в моей жизни И не находил аналогов Еще и еще разгонял воспоминания о своей жизни, словно кинопленку туда и обратно Все события были связаны с стремлением достичь чего-то, получить Получал очередное желаемое, а удовлетворение не наступало Вместо этого новое желание И последние годы, когда окружающие считали, как здорово у меня все проистекает Вызывали еще большее смятение Приобретение машин, женщины, банкеты, подарки, поздравления Казалось пустым и ненужным Я резко встал и то ли сам по себе, то ли Анастасии с раздражением выговорил Да нет в жизни человека этих исцеляющих ощущений Ну, по крайней мере, в моей их нет Да и у многих других они могут не отыскаться Анастасия тоже встала и спокойно заметила Тогда тебе необходимо сотворить их Да что ж такое сотворить-то нужно? Что? Сначала необходимо осознать, в чем большая значимость Смысл Ты жизнь свою сейчас просматривал Но даже имея возможность анализировать, смотреть на нее как бы со стороны Все равно не смог заметить значимого Все за привычное в твоем понятии ценности цеплялся Скажи, а в какой ситуации тебе хотя бы удалось приблизиться к ощущению счастья? Ой, ну, были две ситуации, но что-то помешало мне ощутить их полностью счастливыми Что же это за ситуации? А еще в начале перестройки мне удалось получить в долгосрочную аренду теплоход Это был самый лучший пассажирский теплоход в пароходстве Михаил Калинин, его название Бумаги оформлены, еду к причалу, стоит он, красавец И я первый раз ступаю на палубу своего теплохода А радостные ощущения твои намного усилились, когда ступил ты на палубу? Ну, понимаешь, Анастасия, в нашей жизни много разных проблем Когда я вошел на палубу, меня встретил капитан Мы прошли с ним в его каюту, выпили по бокалу шампанского Разговорились Он сказал, что надо срочно промыть водоводные трубы А то санэпидстанция разрешения на выход не даст И еще, сказал капитан И погрузился ты в заботы и проблемы, связанные с работой теплохода Ну да, погрузился, много их было Искусственно созданная материя темы характерна, Владимир Что больше проблем приносит, чем радости Иллюзорна помощь ее человеку Не согласен я с тобой Сама по себе, может быть, и осознает она проблемы Ну, ремонт требуется, обслуживание требуется Вот с ее помощью, зато можно добиться очень многого Например, чего? Даже любви Да нет, над истиной любовью Владимир не власт на искусственно созданные предметы Даже если бы все в мире они принадлежали тебе Только с их помощью ты не смог бы добиться истинной любви Вот даже одной из женщин Ну, ты просто женщин наших не знаешь, а рассуждаешь А я вот добивался Чего ты добивался? Любви Запросто добивался Женщину одной любил очень сильно Не один год любил А она со мной, ну, не очень-то хотела пойти куда-нибудь, ну, уединиться Вот когда теплоход у меня появился, я пригласил ее И она согласилась Представляешь, как было здорово? Сидим мы с ней одни за столом в баре теплохода Шампанское, вино великолепное, свечи горят, музыка И никого Только она передо мной Отправил я теплоход Никого на борт не взял, чтобы с ней побыть наедине Теплоход идет по реке В баре звучит музыка Я ее на танец пригласил Фигура и грудь у нее великолепная Прижал я ее к себе Забилось радостное сердце И поцеловал ее в губы Она не отстранилась Даже меня обняла Ты понимаешь? Она была рядом со мной Я мог ее, ну, трогать, целовать И все это благодаря теплоходу А ты говоришь, одни проблемы А дальше с тобой что произошло? Ну, неважно Все же вспомни, пожалуйста Ну, я говорю тебе Ну, неважно, да не имеет значения А можно я расскажу, что произошло там На теплоходе с этой молодой женщиной и с тобой? Попробуй Ты выпил много спиртного Ты специально старался выпить как можно больше Потом положил перед ней ключи от своей каюты Великолепных своих апартаментов А сам спустился в маленький матросский трюм И проспал почти сутки И знаешь, почему это сделал? Почему? Наступил момент, когда ты увидел На лице любящей тобой молодой женщины Странное выражение и отрешенную улыбку Интуитивно, еще неосознанно понял Она, твоя любимая, мечтала Как бы счастлива она была Если бы за столом в баре твоего теплохода Напротив нее сидел не ты, а он Тот другой, который нравится ей И чтобы не ты, а он владел этим теплоходом Вы были во власти той самой мертвой материи Связав свои живые чувства, стремления И убивали их Все, не продолжай, Анастасия Мне неприятно эти воспоминать Да И все равно теплоход сыграл свою роль Мы с тобой встретились благодаря теплоходу Событийности настоящего строят Предшествующие чувства и порывы души Только они влияют на будущее И только их разбег Их крылья в взмах отражаются в небесных зеркалах И отразятся в событийности земного бытия Только их порывы и стремления Это как понимать? Наши встречи могли предшествовать Многие стремления твоей и моей души Может быть даже наших близких Или далеких прародителей А может быть это сделал только один порыв в вишенке Растущей на участке твоего загородного дома Но, но не теплоход, Владимир Подожди, а при чем тут вишенка на моем огороде? Много раз просмотрев свою жизнь Ты не придал никакого значения Этой вишенке и чувствам своим с нею связанным И именно они явились главным событием Последних лет твоей жизни На твой теплоход вселенная не реагировала Подумай, ну что может значить для вселенной Примитивной, тарахтящей, не умеющей мыслить И самовосстанавливаться механизм А вишенка? Маленькая сибирская вишенка Для которой ты даже места не оставил В своих воспоминаниях Взбудоражила просторы вселенские Изменила ход событийностей Связанных не только с тобой и со мной Потому что она живая И как все живое неразрывно связано со всем мирозданием Субтитры создавал DimaTorzok